Друзья, вы просили показывать, как бы посерийно, какие у нас перемены на участке. Но вы видите, нам здесь срубили такой зимой мяукой. Он сегодня зашел в дом и стал ужасно выйти мяукой. Я поняла, что там надо все вычищать, всю пыль, всю-всю-всю грязь. Вот смотрите, нам здесь порубили, да, много порубили всего. Когда приезжали срубать клён, мы попросили ребят, бригада, чтобы они нам на участке тоже посрубали самые такие толстые деревья. Вот лежат срубленные. Вот, чтобы немножко освободить, чтобы солнце попадало на дом, чтобы он просыхал. Вот как освободили вот здесь от бани. Потому что баня была вся в листве. То есть как бы сыпалась с кленов, с больших деревьев. А листья сыпались. И поэтому от этой листы, от упадших листьев, здесь было жуткое дело. Начали подгнивать вот эти вот венцы. Простите, чихаю, это я в доме надышалась, там пыли, подмела, мыла. Так, вот смотрите, я тут уже развесила старое одеяло, потому что запах в доме. Ну, не знаю, буду ли я как-то использовать. Но пока их просто вынесла. Вот, наволочки, конечно, я выброшу или сожгу. Вот, ну вот лежат эти все срезанные. Но вообще здесь, конечно, стало еще более как-то страшно на самом деле. Ну, ну, по крайней мере, когда это все уберется, здесь дом, по крайней мере, будет обсыхаться. Вот, хочу здесь подмести вот эти вот опалубку. И открыла окна. Вот, ну, будем, конечно, сметать, выметать, чистить все. Вот, как я уже говорила, буду сметать здесь с подоконника. Здесь вот краска облупившаяся. Потому что, когда открываешь окно, это все снова сыпется, вот эти шпингалеты. Их надо, конечно, прикрутить. Флаки, буквально, клочья этой поэтины. Мы заменили стекла. Здесь были 4 битых стекла. Пока мы не установим забор. Здесь были старые рамы. Забор будем ставить через пару месяцев. И вот как-то так. Если вам видно, здесь обмотки. Да, видно, был цемент. Просто камешка наложена. Я уже добралась до них. Буду здесь все подмешать. Два окна только открываются в хате. Будем думать, что дальше, да? Что дальше? Вот, хочу сегодня пройти вот эту всю отмостку возле домика. Да, очистить ее, вот эту цементную стяжку. Вот, чтобы она не зарослала, не зарастала травой возле дома. Вот, ну и уже будет, как бы, больше порядка. Здесь вот, конечно, потом надо будет перекрашивать, что-то еще думать. Вот так вот. Готова душиться на колумбии. Она затеняет другие растения. Питунию, календулу. И ее пришлось уже срезать. Срезать. И мы будем делать букет. Один букет я уже повесила над окошком возле печки. Будет в комнате пахнуть ароматом душицы. Будет у меня висеть два букета. Здесь корешочки подровняем. Чтобы было красиво, эстетично. И вот такой букет. А из этих маленьких сделаем маленький букетик. Вот, и будем заваривать чай. Так, что-то я завязала не слишком-то туго. Под уже завяжем. Так, ну вот. Все готово. Будем вешать. Покажу вам, как выглядит полочка. Я ее тоже покрасила в салатовый цвет. И вот муж прибил мне еще один лист жести. Я буду делать, декорировать зону, кухонную зону. Буду декорировать. Вот, вместе вот с буфетом моим салатовым. Да, вот получилось такое вот. Еще повесим здесь еще одну полочку. Так, вот вместе с буфетом. Здесь я собираюсь повесить еще одну полочку. Уже сделали. Прибили гвоздики, на которые буду вешать. Я ее заштукатурила и буду красить. Вам потом покажу. Вот здесь вот, над окошком повешу. Здесь вот еще надо угол стены как-то тоже облагородить. Потому что здесь вот отверстия, они просто, как вы видите, было холодно осенью. И нам пришлось их чем-то под рукой, чтобы было законопатить. Ну вот прибили плинтус, покрасили потолок. Уже смотрится лучше. Буду вешать букетик. Уже смотрится. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нужно еще навести порядок, еще кое-что из декора добавить ДимаTorzok 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 ДимаTorzok